Прошу меня извинить. Прошу меня извинить. Прошу меня извинить. Трагедия должна помирить, а не разъединить. Вот это нужно делать. Вы здесь находите депутаты от разных политических сил. С разными мнениями наверняка. И коммунисты, и подстеркнив, и другие представители. Надо в этом зале, чтобы не было греческих миссию. Надо, чтобы отсюда выходили, вынося зерно мира, а не зерно раздора. Вот это основная сегодняшняя наша задача. Что касается памятников, мемориала, из-за трех зданий, я не знаю тоже, как я думаю, и вы все имеете разные мнения, как поступить с этим всем. Это тоже надо решать общим усилием. На сегодняшний день действительно здание находится в аварийном состоянии. На сегодняшний день действительно уже является кощурством. Там ходят экскурсоводы, которые водят экскурсии по этажам. И люди фиксируют. И мы не знаем, что рассказывают эти экскурсоводы. И мы не знаем, насколько они нагнутаются в ситуацию. Это надо все пресекать. Я сам не могу принять этого решения. Это надо, чтобы мы приняли общее решение. Я считаю, здание надо закрывать. Те, кто уже хотел в следственные ордены, провели все свои необходимые действия. Люди, которые хотели, честно, увидеть, что там произошло, все увидели. Нам надо прекратить пиариться на конфетии. Я общался и собирал у себя родственников погибших. Это было тяжелых два часа разговора, потому что вся эмоция, агрессия, агрессия, поверьте мне, очень сильная была в них. Друг к другу. Потому что там были погибшие на греческой площади и погибшие в здании профсоюза. Но за два часа беседы агрессия в зале начала падать. И градусы ее существенно снизу. И это должны делать все мы с вами. Каждый день. Не идя на митинг на Куликово поле, а придя к ним, попросить их прийти сюда. Я встречался с представителями Куликово поля. Они меня услышали, я надеюсь. Я всех приношаю в здание для того, чтобы решать вопросы. И, поверьте мне, общаясь с представителями с одной и с другой стороны, с представителями так называемого Майдана и Антимайдана. Хотя, мне кажется, вот эти постреволюционные названия, они должны уже звучать для них в наших уст. Там находятся люди с какими-то разными мнениями по происходящему или сейчас, или по тому, что происходило раньше. Но наша проблема или недопонимание того, что рассказывают руководители, или экономические проблемы, которые люди пришли выписывать на улицу. Потому что, когда плохо золото, плохо с экономикой, они ищут, кто виноват и кто может спасти. Это неправильно. Кто-то тянет в таможенный союз, кто-то тянет в Европу. Ну, я сам лично, конечно, сторонник европейской ценности. Но я считаю, что спешить никуда нельзя. Мы должны стать сильными, экономически сильными, морально сильными, независимыми, а потом уже решать, куда нам принадлежаться и куда идти. И спешка в этих вещах, она недопустима. Мы должны с вами проверить людей. Это моя большая к вам просьба. Все здравы, это администрация открыты. Выбирайте любой выезд, любое помещение. Приводите кого вы можете с разными точками времени. И давайте попробуем объяснить им. Да тут уже официальная информация, что произошло. Пару человек решили пропиариться на том, чтобы столкнуть людям в парк. Конечно, никто не думал, что это ведет до такой трагедии. Но это произошло. И нельзя этого допустить. Нельзя, я прошу вас, удерживайте людей от всяких митингов и всяких собраний. Потому что в любой момент, может кто-то найти, это не обязательно будет Одессит. Это может быть какой-то приезжий. Это может быть душевно больной человек, который крикнет, побежали туда или побежали туда. И там два побежит. И мы можем иметь опять какие-то последствия. Я встречался с представителями разных сторон. Мы обсуждали это с новым руководителем города Ряда Умнасти. И предупредили. Если на улице кто-то будет в масках, в красках, с памками, даже просто прогуливаясь одиночным шагом, а не в том пе, к нему будет очень жесткая реакция силовых органов, и он сразу будет доставлен в участок. Никто не имеет права нарушать порядок Одесситов. И хочу вам сказать, я не вижу адресии Одесситов. Одесситы многонациональные, в Одесской области это многонациональная область. Около 130 разных национальностей. Около 130 разных обычаях и языков. Но они все Одесситы. И они все граждане Украины. И я не устаю повторять одного. Нам нет ли искать, кто нас спасет. Нам не надо звать сюда Евросоюз. Нам не надо звать сюда Россию. Нигде нам не будет хорошо, так как в своей родной стране. Страна наша Украина. И мы украинцы вне зависимости от национальной жизни. Я не привержен к федерализации. Мне не нравится это слово. Но экономическая независимость регионов должна быть. Децентрализация в мласти для регионов должна быть. Для принятия решений на уровне регионов. Для принятия решений по распределению бюджета. Я встречался вчера с ректорами. И выслушал очень много вопросов по поводу невозможности на реализации средствами, которые поступают от европейских градусов. Потому что по закону они должны сразу попадать на Казачевские счета, с которыми у нас сегодня проблемы. Вот эти вещи надо решать. И эту власть надо просить у Киева. Но просить толерансии. Просить путем обращения областного совета. Путем обращения общественных организаций. Или конкретно какими-то научными или другими группами, которые защищают свои предприятия и объясняют свое видение. В этом наша задача. То, что происходит в Крыму, я думаю, это вы даже не рассказываете. Посмотрите. Крымчане, мы не там как происходить в РФ, но если там не было наблюдателей ОТОБСЕ, наверное, он как-то происходил неправильно. Принято решение. Я считаю, моя личная точка зрения, что это не у нас забрали в Крыму, а мы его отдали. Отдали своим изделиям на протяжении 20 лет. Отдали своим отношениям к видению, и мы не слышали Крымчан, на протяжении 20 лет. Каждая мать, которая приходила в Крым, считала своим домом пересмотреть, какая земля еще не поделена, порезать ее на кусочки и продать эти кусочки, вместо того, чтобы подходить к комплексу на решение этих вопросов. Если бы мы относились к Крыму с любовью, поверьте мне, Крым никогда в жизни не попросил бы кого-то их защитить. Но они приняли это неправильное решение. Это их не решение. Сегодня мы видим, в Крыму не работает ни один иностранец. Не то, что иностранец, а международный банк российский, который имеет платежные карточные системы визы или мастер-карта. Сегодня там не работает ни одна компания нефтяная, которая имеет иностранных акционеров. Сегодня туда не заходит ни один иностранный корабль, и не залетает ни один иностранный самолет, потому что небо закрыто евроконтролем. Это становится выжженной землей. Сегодня они и получат визы ни в одну страну мира. И я думаю, что очень скоро начнется переселение из Крыма от этих всех людей, для того, чтобы они не вспоминали и не собирались, как было хорошо при Украине. Нам нельзя этого запустить по идее. Одесса – это кольцо Франции, это открытый город. Этот город должен жить, общаясь со всем миром. И это надо рассказывать людям. Нам не надо допускать Муганское и Донецк, когда кто-то призывает Одесская республика, или еще что-то. И это смысл, кстати, отчеток и депутатов Домосного Совета, которые завели людей в здание профсоюза, и потом убежали. Сейчас скрывают. Это был Домдепутат Домосного Совета, но это все потом услышите от следующего уровня. Вот этого нельзя спускать. В Муганские и Донецке, мое личное мнение, сегодня действуют не российские какие-то спецнурсы, а борются олигархи, донбитские группировки за то, чтобы удержать какие-то свои позиции. Одесситам не надо, когда работают на улицах люди с автоматом, а обычные люди боятся выйти в дорогой одежде, потому что их сразу будут брать. Вот это надо рассказывать людям. Я вас очень прошу, вы можете померить Одесситам, но этим надо заниматься каждый день и каждую минуту. И не пиариться на трагедии. Трагедию надо входит, но они не надо все время напоминать для того, чтобы заработать какие-то базы. Я могу ошибаться в своих мнениях, но я всегда привык рассказывать в отличную точку зрения. Что касается обращения ко мне из зала, у ойлайн-депутата в Санкт-Петербурге, да, по-моему? Да. Я рад, что я 13-й губернатор, на вашем 12-й году я стал. Да, но я бы хотел, чтобы вы не пересекли меня, а со мной поработали, пока меня не смогут. Смотрите, к сожалению, я не успеваю заниматься дальше экономикой, потому что я встречаюсь с разными представителями общественности для того, чтобы поверить ситуацию. Мне самому хочется уже перейти к экономике, но давайте мы успокоим общество. И я вам обещаю, после выбора я буду открыт для общения со всеми. Что касается человека ломоста, хочу вам сказать, что я, когда познакомился с ломоста в 98-м году, уже он к нам одостаточен, мультимиллионер. Я с ним компаньон некоторых вопросов, я с ним не компаньон с приват-баркой, я не его человек, это мой товарищ, и я вам скажу, что когда мы расстаемся там иногда в 11-12 часов вечера, у кого он сработал, он еще до 3-4 ночи читает тексты. Я сразу засыпаю. Он начитанный умный человек, мне приятно с ним общаться и советоваться по некоторым направлениям. Но я с ним я своей мамой и папой, поэтому другого не прошу, как не меня дарят в области. Что касается сходки, я переговорю с депутатами, которые хотели организовать, они меня услышали, встречи с общественностью не будет, 19-го числа, после выборов, если будет на этом необходимость, уже будем решать, как это сделать таким образом. Что касается депутатов Бют, мы когда встречались с представителями политических партий, я очень просил, понимая, что сегодня происходит, понимаю, что некоторые лидеры говорят о том, что если не выберут меня, то когда будет революция, это все в кейле, давайте оставим в кейле. Мы не должны здесь даже говорить с ним, что люди боятся прийти на выборы и явка будет меньше 50%. Людям нечего бояться идти на выборы, выборы будут обеспечены и будет безопасно провести выборы. И вы должны призывать людей прийти на выборы. И явка у нас должна быть самой высокой. Я вам объясню почему. Потому что если мы сорвем выборы, или кто-то сорвет выборы, это опять будет дестабилизация обстановки в стране, которая обязательно кто-то воспользуется. А если мы проведем выборы, и хочу вам сказать откровенно, у меня есть, конечно, свои какие-то политические взгляды, не политические, а свой выбор, за кого я буду называть, я не собираюсь этого даже обучивать. Но наша задача провести выборы объективно, защитить результат и победить тот человек, который выберет, Украина. Одесситам надо обязательно прийти массово на выборы, потому что, если каждый Одессит высказывает свое мнение, Одесса будет влиять на результат выборов. И Одесситы, и жители Одесской области, помочь от того президента, которого они хотят. Это наша задача. И мы должны обеспечить массовую явку на выборы, и массовую номеральность, высказываем мнение в эту последнюю тяжелую выборку. Я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что вы слышали, и хочу сказать, я открыт к общению, и давайте вместе помогать милиции, помогать СБУ, прокуратуре, разбираться с этим, если есть у кого-то какие факты или свидетельские показания, пожалуйста, несите. Я не вижу сегодня, я о чем с всеми веками не одни мусор, не один час, я не вижу сегодня проблемы в том, что они пытаются что-то скрыть, они наоборот пытаются все вы. Я не могу обо всем говорить, но я не вижу здесь русского следа, то, что это произошло. Я вижу провокатора, который мы найдем и обязательно накажем. Большой успех.